Доброе утро! Погода компенсирует прошлогодние свои недочеты. Сегодня в течение 4 часов шел мелкий моросящий хороший дождь. Еду на пасеку, ставить пчелоудалители, жара спала, откачивать кориандр. По поводу взятков и дальности полета пчелы могу доложить. Я стоял от кориандра в этом году на расстоянии 2 километра 800 метров до края поля. Было 300 гектар. Максимальный привес был 5 килограмм. Практически так же, как и у ребят, которые стояли на месте. Поэтому все страхи, что чем дальше стоит пасека, тем меньше принос нектара, естественно, существует. Но почти 40 килограмм за 20 дней пчелки принесли. Ну и по разговорам этих пчеловодов, кто там вместе стоит, примерно такой же взяток и был. Ну, может быть, на полкилограмма больше. Ну, с кем я общался. Так что носят пчелы и за 5 километров. Потому что до края поля было 2 800 и поле еще 2 километра. В общем, за 5 километров они посещали поле и носили 4,5-5 килограмм в пиковые дни. Весы зашкалили. 2 килограмма. 92 килограмма вес. Будем ждать до 100. В последний момент в ульи влезло 41,3 килограмма меда. Все пчелы на воде. Еще раз доказывают, что пошел взяток, даже без весов. Но на соленой воде пчелок чуть больше. Принес пчелоудалители 16 штук на одну сторону прицепа. Сейчас поставлю. Пусть пчелка уходит с верхней капусты. 4 килограмма уже натолкали туда. Кто еще не пользуется пчелоудалителями, берите, пробуйте. Исключительная конструкция вещь. Вчера поставил. Сегодня пчелы нет. Этот корпус можно сразу сбрать на тележку и увозить в комнату для откачки. И все. Ну вот и количество пчелы после двух взятков. Это еще нормальное состояние. Других семьях поменьше. Сейчас пойдет подсолнух, принесут еще килограмм 50 и пчелы кончатся. Рисовая принесла уже 44 и 44. Почти 90 килограмм. Ну сколько же они бывают. Трудно объяснимые моменты. Вчера было 2,1. Сегодня резко, непонятно по каким причинам. Без изменения погодных условий. 0,8. До 100 килограмм осталось 1,5 килограмма. А если наберет 100 килограмм улек, это будет почти 50 килограмм меда в улье. Я разберу и покажу, что это такое. Доброе утро, друзья. 9.06 было 51 килограмм. 9.07 100 килограмм 200 грамм. Ну в принципе, сейчас принесут 800 грамм в течение 2-3 часов. И мы с вами посмотрим, что такое 50 килограмм в весовом улье принесенного меда. И ее состояние. И откачаем. Попробуем разобрать и посмотреть. И откачать. Что такое 100 килограмм в трехкорпусном улье. У меня никогда такого не было. А почему? Потому что всегда взятки были мощные. И всегда ставился четвертый корпус. Последнюю неделю взяток 1,5 килограмм. Вчера было 1,8 килограмм. И поэтому ждал, когда наберется 100 килограмм. Сейчас проверим и откачаем. Еще интересное место есть. Пока трусить не буду. Проверю, что внизу. И потом вытрушу в пустой корпус. Рамки полностью залитые. Ну, по идее, еще килограмм 10 могло войти. Пошел расплод. Ну, как говорят, ждать, в общем-то, можно, но не надо. Вы видите, рамки нижнего корпуса заливаются. И матке мало остается места для засева. Поэтому экспериментировать можно, но не нужно. Надо было при 90 килограмм ставить четвертый корпус. Что я на акации и сделал. Как я вам показывал, рассказывал, привожу с дома прошлогодние рамки подсолнечного меда. И ставлю крайние. Это третья рамка расплода. Начали тянуть тут всякие мостики. Ну, переполненули, что там говорить. Матка позапрошлогодняя, еще раз повторю. Эта семья ушла в зиму на шести рамках. Перезимовала на шести. Расплода на шести привез. Перед акации сформировал семью расплод весь во второй и третий корпус. Как я это обычно делаю. Матку подсадил под решетку. Было восемь рамок расплода у нее. И дал ей три рамки расплода хорошего печатного на выходе. С пчелкой. То есть подсилил. Это в этом году было так. Потому что на месяц позже привезли пчел. А акация засвела, как обычно. И поэтому пришлось сделать медовики. Ничего необычного в этом нет. Главное принять правильное решение. И семья принесла на акации 44 килограмма. И на траве 50. Вот ее состояние. Матка на месте. Не разроилась. Работает по сей день. Вчера звонил коллега молодой. И говорит, вот я делаю противо-роевые отводки. Забираю матку старую. И сажаю в семью матку. Я говорю, так делать нельзя. Вы матку старую отвлекаете от работы. Она прекращает ей цикладку в отводке. А молодую матку примут или нет. И пока она разобьется, пока рассеется, время уходит. Я делаю наоборот. Делаю отводки, а матки работают старые. Вот шестая рамка расплода, вы видели. Без всяких проблем. Прошла весь сезон. Принесла почти 100 килограмм отвода и дала отводок. И даже на седьмой рамке расплод. Это очень хорошая, работящая. Не буду я ее искать. Все нормально. Пусть дальше трудится. Так что двухлетние матки при нормальном пчеловождении, при загрузке пчел работой, не роятся и работают. Главное правильно организовать процесс. Там на пчеловодном форуме такие умозаключения выдвигаются, что в этом году клеща очень мало. Но могу тоже подтвердить, что клеща практически нет. Поэтому пока полоски ставить не буду. Пусть работают на подсолнух. Хочу попробовать не ставить сейчас разделительную решетку. На семью. Потому что, как пишут ребята с северных регионов, коллеги, что пыльцу некуда складывать. Но у нас ее и нету много. Вся пыльца, что приносится, она употребляется пчелами. В рамках медовых у меня пыльцы практически нет. Это очень хороший результат. Потому что потом, когда откачиваешь, рамки бракуешь. Они, как правило, складывают пыльцу всю в старые рамки. И их потом отбраковываешь. И, как говорится, пчелам качественный мед. Даже во время взятка делать это надо ранним утром. Весь нектар, принесенный за день, пчелки перерабатывают и переносят во второй или третий корпус. И когда трусишь рамки, мед не брызжет. Крайние рамки запечатаны. Одно неудобство восьмирамочного улья. Рамка поперек не становится и приходится трусить боком. Или вот таким образом. Но все это минусы компенсируются компактностью, удобностью, легкостью. И по объему равны руту. То есть я работаю корпусами, как видите. Отрушиваю сейчас, чтобы вам показать, что такое 100-килограммовые ульи. 50 килограмм нектара. То есть меда. А так бы я поставил пчелоудалители. Сначала на один корпус. Потом на второй. И в течение двух-трех дней их бы откачал. Пчелоудалители облегчают работу в два-три раза. Трусить не надо. Корпус взял, снял. Отвез комнату для откачки. И вскрывает. А тут труси беспокоят пчелу. Ну и четвертая рамка около стенки запечатана. Почти полностью. Вот и все. Пчелы осталось трошки. У меня есть корпуса с откачанной сушью. Сюда я поставлю вощинку. А в третий корпус поставлю откачанную сушь. И приблизительно будем знать, сколько мы заберем меда с этой семьи. Вообще-то при таких взятках чередовать вощину с сушью не рекомендуют, потому что они начнут тянуть наросты. Рамки старые будут толстые, а эти будут тонкие. И сегодня мы закладываем мед для зимовки. Вообще-то не рекомендуют зимовать на свежеотстроенной вощине. Во-первых, она при перевозке может оборваться, потому что средостение не очень толстое. Расплод там не выводился. И поэтому конструкция слабоватая. Желательно на рамках зимовать, которые хотя бы пару выводов у пчелы было. Ну а кто не передвигается, стоит дома. Естественно, все возможно. Видите, чем плоха система без пчелодолителя. Пчелы вылазят, выкучиваются. Надо их загонять, дымить. А с пчелодолителем вообще этих вопросов не возникает. Ни дымить, ни поливать водой, ничем не надо. Пчелы сами по себе находятся в том корпусе, в котором им положено. Пчелодолителя ушли из меда. И на этом все закончилось. Я бы уже этот улик дома откачал в комнате для откачки. А тут, получается, я с ним вот работаю. Вы можете сказать, а почему не ставите сразу третий корпус? Ну, во-первых, как говорится, торопиться не будем. На носу уже осень. Неизвестно, будет давать подсолнух или нет. И нам надо 8 рамок заготовить семье на зимовку и весеннее развитие. Ну и на осень тоже. После подсолнуха у нас в течение 3-4 месяцев, август, сентябрь, октябрь взятка никакого нет. И поэтому весь мед принесенный они будут съедать. Поэтому главное, чтобы они набили сейчас второй корпус медом. И в зависимости от взятка мы будем ставить третий корпус. С сахаром я не работаю, поэтому мне надо, чтобы они максимально принесли меда на зимовку. Я зимую на поломедных рамках. Эксперимент немного нечистый. Я туда поставил рамку прошлогоднего меда. Но ничего страшного. Отнимем килограмма 2,5. Вес улья на сей момент 53,200. Отнимаем 2,5 килограмма меда, который подставили подсолнечный. Получаем 50,800. В принципе, 9-го, 0-го, 0-го, 0-го было 51 килограмм. То есть мы с вами забрали 50 килограмм меда с этой весовой семьи. Для меня это тоже открытие, потому что я всегда боялся, что пчелам некуда нести. И лишний раз расширял. И всегда мед был разбросан по четырем корпусам. И наполовину, как говорится, был запечатан, а то и не запечатан. И приходилось долго ждать, чтобы они его допечатывали. Поэтому компактное гнездо более лучше. Но и еще что. Взятки тогда были мощные на акации по 4-5-7 килограмм. И поэтому думал, что они не помесят весь мед. Оказалось, можно сделать вывод. Хорошая матка, даже двухлетка. Весь сезон может работать и не роиться. Это показал вот этот весовой улик. И в принципе, все мои 32 улика, которые стоят на этом прицепе. Все семьи в рабочем состоянии. Раения не было. Вот она, фляга меда. Улей дал почти флягу меда. Там оставалось медогонки немножко отчера.